Жители Янао призывают не выходить на тонкий лёд. В округе пришло время паводка, и правоохранители стали чаще получать сообщения о происшествиях на реках. На отколовшиеся льдины выходят дети, не понимая опасность такого развлечения. Они катаются на льдинах, перепрыгивая с одной на другую. Следком Янао призывает взрослых не подходить к рекам и следить за своими детьми в период ледохода и паводка. Главный муфтий Янао Хайдар Хафизов удостоен Ордена Дружбы. Высокую государственную награду вручил президент России Владимир Путин за укрепление дружбы между народами, заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций. Хайдар Хафизов возглавил Ямайское духовное управление мусульман в декабре 2005 года и активно включился в развитие общины. Сейчас духовное управление объединяет 14 религиозных организаций. В начале июня на Ямале стартует летняя трудовая кампания для подростков. Летом планируют трудоустроить 5,5 тысяч ребят, а всего в 2023 году поработают 6 тысяч несовершеннолетних ямальцев. В приоритетном порядке места получают льготные категории. В этом году в числе первоочередников также и дети, чьи родители участвуют в специальной военной операции. Традиционно ребята займутся благоустройством и озеленением городских территорий. А также попробуют себя в роли курьера, перепречка документов, помощника библиотекаря, делопроизводителя, аниматора и воспитателя. За полный отработанный месяц подросткам заплатят не менее 40 тысяч рублей. Власти Янауи выделяют бесплатные путевки в лагерь детям из подшефной Волновахи. Поедут они в Геленджик, в Лазурный берег. Участников первой и второй смены уже набрали. Набор на третью и четвертую смены начнется в июне. Продолжение следует...